Еврокомиссия запустила санкционную процедуру против Польши из-за судебной реформы. Варшава обещает Брюсселю все объяснить, но отказываться от скандальных законов не собирается. Чем это грозит Варшаве и в чем суть недопонимания сторон, расскажет Елена Абрамович. Процесс пошел. Еврокомиссия запустила санкционную процедуру против Польши. Решение опубликовали в официальном журнале ЕС в субботу. Первый вице-президент Еврокомиссии Франц Тиммерманс ранее обещал не спешить с санкциями. Призывал Варшаву к диалогу, но диалога не вышла. Польские политики не шли на контакт, а порой в своих аргументах переходили на личности. Я хотел бы попросить мистера Тиммерманса прекратить говорить с такой наглостью и высокомерием о Польше, поляках и польских властях, потому что мы заслуживаем уважения и мы ожидаем и требуем уважения. У правящей партии Польши особая нелюбовь к Тиммермансу. Там считают, что именно он лоббирует антипольские санкции. Еврокомиссии же заверяют ничего личного. Судебная реформа Польши нарушает законодательство Евросоюза. Например, неприемлема норма о ведении разного пенсионного возраста для мужчин и женщин судей. Кроме того, у министра юстиции слишком много полномочий. Комиссия также выражает обеспокоенность в связи с тем, что предоставляет министру юстиции свободу действий для продления мандата судей, достигших пенсионного возраста, а также увольнения и назначения председателей судов. Письмо со своими замечаниями и сообщением о запуске санкционной процедуры Еврокомиссия направила в Варшаву. На подготовку ответа Польше дали месяц. В МИДе сразу подтвердили, предоставят содержательный ответ Брюсселю. И в очередной раз подчеркнули, замечания Еврокомиссии безосновательны. Впрочем, судебная реформа не нравилась не только Брюсселю, но и тысячам граждан Польши. Массовые протесты в стране не утихали неделю, пока президент не наложил вето на два из трех скандальных законов. Но избежать ответственности в Варшаве не удалось. И сейчас ей грозит потеря права голоса в ЕС. Елена Абрамович, Евгений Каминский. Подробности Брюссель. Европейское бюро телеканала Интер.